Всем привет, ребята! Меня зовут Алиса, добро пожаловать на мой канал! Я знаю, как вы у меня любите проходить различные тесты и весь этот школьный ажиотаж. Блогеры сейчас делают школьный DIY, показывают свою канцелярию. Я, кстати, тоже показала, ссылочка в описании, смотрите предыдущее видео. И это все побудило меня на то, чтобы поискать в интернете интересные тесты про школу. Да, я закончила школу, но я за ней очень скучаю, как ни странно, поэтому сейчас мы с вами пройдем два интересных теста. Я, честно, долго искала, но специально их не проходила, чтобы вместе с вами сейчас пройти. Ссылочку на тесты я также оставлю в описании. Обязательно пройдите и посмотрите, пишите в комментариях, какие варианты вам выдадут, потому что первый тест называется «Кто ты в школе?». Сейчас мы узнаем, кто я была в школе, а вы узнаете, кто вы. Проходите тест вместе со мной, пишите варианты ответа в комментарии, а также напишите, любите ли вы в школу, хотите в школу или нет. Например, начните предложение так «Я люблю школу и хочу» или «Я не люблю школу и почему». Самые оригинальные и интересные ваши комментарии я буду читать и лайкать. Ну что, пора время начинать тестик. Он называется «Напоминаю, кто ты в школе?». Этот тест у нас на 8 вопросов. Это хорошо, потому что я не люблю какие-то долгие, заумные и непонятные тесты. Надеюсь, этот будет интересный. И что, нажимаем «Пройти тест». Так, опиши свой характер. Я люблю быть в центре внимания. Второй вариант «Обожаю рисковать, ничего не боюсь». Предпочитаю всегда оставаться незамеченной. Или люблю учиться «Мои лучшие друзья книги». Но, ребята, я не знаю, как выберете вы, но я думаю, обожаю рисковать и ничего не боюсь, потому что в школе у меня было именно так. Так, сейчас, конечно, все по-другому, но раньше я именно обожала рисковать. Но учебники не лучшие, друзья. Идем дальше. «Если одного из твоих одноклассников обижают, как ты поступишь?» Очень интересный вопрос. Я думаю, в многих школах такая проблема. Подписчики постоянно мне присылают на почту то, что их угнетают, оскорбляют, и это реально имеет место быть. Итак, как же я поступлю, когда одноклассников обижают? «Как я поступлю?» «Да я в числе этих обидчиков. Но это не про меня, я человек нормальный. Или ничего не вижу, ничего не слышу. Зачем связываться? Еще мне прилетит». Ну, короче, это тоже не про меня. Третий вариант. «Вмешиваться не буду. Если обижают, значит, по заслугам». И четвертый. «Попрошу оставить его в покое. Мне они ничего не сделают. Я в классе авторитет». Ну, короче, ребята, вот эти вот все четыре варианта ответа не про меня. И почему тут нет такого, не знаю даже, ну, какого-то нейтрального варианта ответа. Ну, как-то я даже вот честно отвечу, как это, если его обижают по заслугам? Не знаю. Ну, пусть будет. «Вмешиваться не буду. Если обижают, значит, по заслугам». Это не про меня, ребята, но нормальных вариантов здесь нет. Поэтому я отвечу так. Ну, короче, вот этот мне вопрос не очень понравился. Итак, следующий вопрос. «За какой партой ты любишь сидеть?» Актуальный вопрос. «Только на первой». Все равно, за какой? Главное, с лучшей подругой другом. Вот это вот уже про меня немного. Так, третий вариант. «В середине или ближе к задним партам?» Искренне верю, что меня оттуда учителя плохо видят. Или только задние парты. Но для меня вариант. «Я люблю сидеть все равно где или если с лучшей подругой, то без разницы, хоть первая, хоть последняя. Но вообще я всегда садилась за последние парты, чтобы меня никто не трогал, никто не видел. И я могла заниматься своими делами. Поэтому беру последнюю парту, выбираю». Так, четвертый вопросик. «На уроках ты обычно?» И дополняем. «Чану руку выше всех, чтобы меня спросили, ведь я выучила все». Но, к сожалению, ребята, я никогда не была отличицей, поэтому этот вариант отпадает. «Медленно сползаю под парту, чтобы меня не заметили. Ну, уже ближе-ближе. Болтаю с одноклассниками. Уроки?» Я стараюсь их избегать. Интересно, как можно избегать уроки, вот кроме того, как прикинуться больным и родители тебя оставят дома. Но я скорее сделаю вариант, выберу «болтаю с одноклассниками». Потому что я была та еще болтуха, и за это мне постоянно в школе прилетало. «На уроках физкультуры ты?» Ну, лично я в старших классах на уроке физкультуры старалась не ходить, хотя у меня по физре всегда было отлично, я ходила на легкую атлетику, но выберем так. «Я главный», второй вариант «У меня освобождение», третий «Вместе с одноклассниками смеюсь над упражнениями» и стараюсь избегать командных игр. Ну, я сделаю на уроке физкультуры «Я главный», потому что это был мой самый любимый предмет, и у меня всегда получалось практически лучше всех. Поэтому хоть где-то я в школе, вот была лучше всех. Это только на физре, по другим предметам нет. Поэтому на физре «Я главный» выберем. Шестой вопросик. «Опиши свои отношения с одноклассниками». Вот это тоже интересно и актуально. «Отличные, я прекрасно лажу со всеми». Ну, можно сказать и так. У меня так мало друзей среди них, но все так и норовят у меня списать. Но у меня нечего списывать, норовилась списать у всех всегда я, поэтому это не про меня. По-разному, но точно могу сказать, что некоторые меня побаиваются. Ну, нет, я была не психом, поэтому никто меня не боялся, все ок. И очень спокойные, слишком близко к себе никого не подпускаю. Ну, сейчас, кстати, да, я слишком близко никого к себе не подпускаю, но в школе у меня были отличные отношения с одноклассниками, и я могла спокойно со всеми найти общий язык, поэтому выбираю отличные, я прекрасно лажу со всеми. «Опиши свое отношение к учителям». Очень их уважаю и всегда прислушиваюсь. О, нет, нет, я думаю, я думаю, сейчас мало кто выберет такой вариант. Они думают, что самое умное? Действительно, почему нет? Лучше не увысовываться и не злить их. Со всеми по-разному, на некоторыми можно и посмеяться. Ну, честно говоря, ребята, если честно отвечать, то я выберу со всеми по-разному, и над некоторыми можно посмеяться, потому что, я думаю, у каждого в школе есть для вас плохие учителя, есть хорошие, поэтому для меня вот как раз со всеми по-разному. И это у нас восьмой вопросик. «Ты любишь школу?» «Да, там все мои друзья!» «Да, так можно узнать много нового!» Категорически нет, воспринимаю ее как данность. Но я бы сказала, что воспринимаю ее как данность, потому что какой смысл, любить или не любить школу? Все знают, что в школу нужно ходить, 11 классов или хотя бы 9 нужно закончить, потому что образование, хотя бы среднее, получить нужно. Поэтому да, я воспринимаю школу как данность, потому что нет смысла от нее увиливать, если, я думаю, каждый должен отучиться в школе. Поэтому да, воспринимаем как данность и дальше. Итак, мне тут высветилась информация про меня, и я, оказывается, душа компании. Вот как мило! «Ты веселый, энергичный человек с отличным чувством юмора! В школе у тебя много друзей, и, возможно, не только из твоего класса! Тебя всегда зовут на все вечеринки, потому что с тобой есть о чем поговорить, продолжай в том же духе!» Ну да, кстати, если сказать в школе, то это реально про меня. Сейчас я, конечно, стала поспокойнее, как-то не подпуская близко к себе посторонних людей, более закрытая. Ну, в школе вот было реально так. Ну, а вы напишите в комментариях, какой у вас ответ, потому что я вот люблю сравнивать, знаете, проходить с другом, с подругой эти тесты, и смотреть, у кого какие варианты, потому что я знаю, в подобных тестах всегда какие-то вот масса вариантов, масса вариантов ответов. Может, кому-то выдаст ты псих, или кому-то наоборот тебя угнетают в школе. Поэтому пишите. И это еще не все, ребята. У меня для вас есть второй тест, поэтому не переключаемся и сразу включаем и проходим второй тест. Так, ребята, второй тест у нас называется «В школу как на праздник или на пытку?» Вот этот вопрос я и задала вам в комментариях, потому что у меня было настолько разное отношение. Когда-то я рвалась в школу, даже когда болела, просила маму просто с температурой отправить меня в школу. А когда-то я вставала не с той ноги, просто хотела закрыться от всего мира и вообще не трогайте меня, я буду под одеялом всю жизнь спать. Поэтому интересный тестик. Сейчас его тоже пройдем. И, кстати, ссылочка на него где? В описании. Так, попросите ребенка отвечать на вопросы «Да» или «Нет». Но в данном случае ребенок – это я, поэтому принимаю условия. И первый вопрос. Любишь ли ты ходить в школу? Вот эти тесты мне нравятся. Здесь варианты «Да», «Нет». Просто никаких-то там усложнений. Зачем что-то усложнять, если можно ответить «Да» или «Нет». «Так, итак, я люблю ходить в школу?» Ну, отвечу «Да», «Люблю». «Хвалят ли тебя учителя?» О, нет, меня, к сожалению, никогда особо не хвалили. Я никогда не была на каких-то олимпиадах. Буду отвечать максимально честно, поэтому «Нет». Меня не хвалили учителя в школе. Печалька. «Так, у тебя есть в классе друг-подруга?» Ну, конечно, есть. Я думаю, у многих есть «Да». «Тебе нравится твой портфель?» Странный, конечно, вопрос, но я думаю, все выбирают свои портфели, сумки, рюкзаки сами с родителями. Ну, в общем, это ваш выбор, поэтому как он может вам не нравится? Может быть, какому-то ребенку, который будет отвечать тест, заставили выбрать? Но нет, мне нравился мой портфель, поэтому я ответила «Да». «Ты любишь отвечать у доски?» «Ненавижу отвечать у доски». Просто когда ты стоишь и на тебя смотрит весь класс, когда ты делаешь какую-то фигню, а в моем случае я всегда писала, что это непонятное, тупило, поэтому нет, я не люблю отвечать у доски. Не люблю. «На переменах тебе весело?» Ну, конечно, весело. Жалко, что они длятся по 10-15 минут, но это самое лучшее время просто в школе. Это когда была еда в столовой, и то, которая была не очень, и, конечно же, перемены. Поэтому, да, мне весело на переменах. «Бывает лишь, что тебе хочется домой?» Ну, мне постоянно хочется домой, где бы я ни была, ну, кроме моря, конечно, поэтому, да, мне хочется домой. «Тебе нравятся твои одноклассники?» Ну, одноклассника, к сожалению, выбрать нельзя, школу тоже, как правило, тебя туда устраивают родители, они по твоему желанию, поэтому, думаю, да, мне нравились мои одноклассники, потому что у меня со всеми были хорошие отношения, поэтому я отвечу «да». «Пошел бы ты в школу простуженой, если бы мама разрешила?» Ну, я думаю, по-разному. Я уже отвечала, говорила вам про вот этот вот случай, когда я даже с температурой просила, поэтому, ну, скорее «да», «да», «пошла бы простуженой». «Тебе звонят твои одноклассники?» Ну, конечно, да, да, звонят. Итак, и тут вариант ответа. «Ваш ребенок хорошо адаптирован и нормально вживлен в коллектив». В общем, ребята, родители мои могут быть спокойны, я адаптирована в школе. Кстати, ребята, обязательно пройдите этот тест честно, потому что мне интересно и почитать ваши отношения к школе, потому что многие подписчики мне так и писали, что кто-то не хочет в школу именно из-за одноклассников, а у кого-то, наоборот, отличное отношение, одноклассники – вы лучшие друзья, поэтому у всех по-разному. Может, поэтому дети многие не любят школу, потому что у них натянутые отношения с одноклассниками, с учителями, и поэтому туда, мне кажется, идешь как на пытку, но никак не на праздник. Ну, а на этом все, ребята. Ссылочки на тесты в описании. Жду ваши комментарии. Поставь лайк на это видео, если оно хоть немного подняло тебе настроение. Проходи тесты вместе со мной. Увидимся с вами уже скоро. Всем пока-пока!